Минфин России принял решение полностью обнулить долю доллара США в средствах Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет Telegram, канал РБК. Это сообщение указывает на то, что Москва готовит масштабный сброс американских долларов на фоне разногласий с Вашингтоном, невзирая на предстоящую скорую встречу в верхах президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Уточняется, что полный отказ от указанной резервной валюты в ФНБ россияне хотят осуществить в течение месяца. Согласно статистике Минфина, сейчас доля доллара США, как валюты, в активах ФНБ составляет 35% или почти 40 миллиардов долларов, без учета ценных бумаг и долговых обязательств других государств. Всего, по состоянию на 1 мая 2021 года, полный объем ФНБ составил 13 миллионов 825 тысяч 429,1 миллиона российских рублей, что эквивалентно 185 тысяч 869,9 миллиона долларов США. Американскую валюту заменят европейским евро и физическим золотом. Окончательно структура денежных резервов ФНБ будет выглядеть следующим образом. Евро – 40%, китайский юань – 30%, золото – 20%, британские фунты и японские иены – по 5%. После появления информации о таком практически молниеносном замещении, курс доллара по отношению к рублю немного снизился. Напоминаем, что в 2018 году президент Владимир Путин поддержал план российского правительства по дедоларизации экономики РФ после ужесточения санкций и других ограничений со стороны США. Теперь Центробанку России нужно определиться, как провести подобную операцию по продаже валюты без сильных колебаний на бирже.